Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте! Трижды российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих с начала суток на Донбассе. В том числе использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. По данным Министерства обороны, утром боевики выпустили около 50 мин по защитникам Новотошковского. Под минометным огнем также оказались укрепления вблизи хутора Вильный. Из стрелкового оружия обстреляли Широкина. Погибших и раненых среди украинских военных нет. Папа Римский осудил войну на востоке Украины. Об этом он сказал на встрече с иерархами украинской греко-католической церкви в Ватикане. Передает Ватикан Ньюз. Понтифик отметил, на Донбассе уже пять лет идет гибридная война с пропагандой и манипуляциями. И больше всего от нее страдают мирные жители. Папа Римский помолился за мир и тех, кто из-за войны потерял близких, был ранен или был вынужден покинуть дом. Также он напомнил о благотворительном проекте, который начал в 2016 году, попросив поместные церкви Европы помочь пострадавшим украинцам и поблагодарил всех, кто присоединился к помощи. Российскую поправку в резолюцию по Донбассу и Крыму отклонили в парламентской ассамблее ОБСЕ. Московские представители пытались исключить из документа слова о необходимости прекращения боевых действий на востоке Украины и деоккупации полуострова. А также часть текста о том, что РФ должна вывести свои вооруженные силы с Донбасса. Кроме того, на заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ предложили включить в резолюцию поправки об ответственности Кремля за нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Путин подписал указ о его приостановлении на этой неделе. В НАТО пообещали ответить. Освободить украинских политзаключенных призвали Россию представители Соединенных Штатов в ОБСЕ. Об этом заявила заместитель советника миссии от США Лейн Дарнелл Баль во время заседания организации в Вене. Она отметила, что американская сторона обеспокоена состоянием здоровья политзаключенного Владимира Балуха, а также дальнейшей судьбой Олега Сенцова, Александра Кольченко. Дипломат также подчеркнула, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряка и корабли, захваченные в районе Керченского пролива. Новое назначение президента Украины главой Закарпатской облгосадминистрации области стал Игорь Бондаренко. Его Владимир Зеленский представил в Ужгороде, в здании Закарпатской таможни. Игорь Бондаренко – предприниматель, бывший военный. Ранее во Львове президент представил нового главу Львовской облгосадминистрации. Маркиана Мальского выбрали местные жители из трех претендентов по предложению президента в Фейсбуке. Мальский по образованию экономист-международник и юрист. С 2010 по 2014 был послом Украины в Польше. До назначения был почетным консулом Австрии во Львове. Маркиан Мальский уже пообещал, что его первые шаги будут касаться медицины, образования и развития бизнеса. Я считаю, что у нас есть все шансы. Наша область наиболее готова к внедрению лучших европейских стандартов. Мы можем быть площадкой для разного рода экспериментов. Я считаю, что на любом уровне власти должно быть больше работы и меньше политики. Двоих россиян задержали в Ливии. Они пытались повлиять на выборы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Генеральной прокуратуры страны. Россияне хотели организовать встречу с Саифом Алисламом Каддафи, сыном бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи, убитого 7 лет назад. У них изъяли компьютеры и флеш-карты. Информация на них показывает, что россияне работали в компании, которую называют фабрикой троллей. Она специализируется на манипуляциях и влиянии на выборы через интернет. Задержаны под стражей. Новые подземные толчки в Южной Калифорнии. Всего спустя день после сильнейшего за последние 25 лет землетрясения на регион обрушился еще один удар стихии, более мощный. На этот раз его магнитуда составила 7,1. Об этом сообщает геологическая служба США. Землетрясение произошло в 200 километрах от Лос-Анджелеса, неподалеку от города Риджкрест. Из-за подземных толчков в домах возникли перебои с электричеством, утечки газа, пожары, на дорогах образовались трещины. Местные власти говорят, есть травмированные, однако количество пострадавших не сообщают. Сообщение о смертельных случаях не поступало, но мы знаем, что были травмированные. Звонков в экстренные службы значительно больше, чем обычно. Это было очень сильное землетрясение. Это не та стихия, которая просто закончится. И мы должны быть готовы к этому. Мы будем работать 24 часа в сутки, пока ситуация не будет полностью безопасна. После этого землетрясения у нас было два афтершока магнитудой 5. Вероятность подобных толчков на следующей неделе чрезвычайно высока. Причем с почти 60% уверенностью можно говорить, что их сила может достичь 6. И 10%, что магнитуда может быть 7. Но здесь есть очень четкая последовательность, а не сюрприз. Это будет продолжаться. А во Франции из-за опасения засухи начали экономить воду. Запретили наполнять души на пляжах, городские фонтаны и бассейны, а также мыть личные автомобили, здания и дороги. Ограничения действуют пока только в нескольких департаментах, а также в центральных и южных регионах Франции. Причина – рекордно низкий уровень грунтовых вод. Июнь этого года стал самым жарким. За всю историю Франции температура в некоторые дни превышала 44 градуса по Цельсию. 112 лет со дня рождения художницы Фриды Калла отметили в Мексике. На главной площади столицы открыли красочную выставку. Там представлены необычные картины, инсталляции цветов, костюмы, а также работы художников со всего мира, вдохновленные Калла. Сама Фриды начала рисовать в подростковом возрасте после автомобильной аварии. При жизни ни одна из ее работ не стоила более 300 долларов. Но сегодня картины художницы продаются на мировых аукционах за миллионы. Выставка цвета Фриды продлится до завтра. Фриды Калла находится в сердце каждого мексиканца. А сегодня впервые в истории она еще и в самом сердце столицы, в Сокола, в честь ее рождения. Эти 112 лет жизни оказали огромное влияние на искусство во всем мире и прославили как Фриду Калла, так и саму Мексику. Это так красиво, так зрелищно. Людям важно знать о нашей культуре, о наших корнях, обо всем, что есть у нас в Мексике и чем мы так гордимся. Драконы на водах Днепра. В Киеве проходит чемпионат Украины по гребле на драгонботах. За его награды борются более 600 участников из 12 областей. По результатам этих соревнований сформируют сборные Украины, которые выступят на двух мировых первенствах. Подробности Елена Дидух. Команда Драгонбот Клаб Киев – одна из главных претендентов на участие в клубном чемпионате мира. На первенстве Украины выступают на каное десятках мужских, женских и смешанных экипажах на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. В первом заезде на 200-метровке побеждают, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Был сильный ветер, еще и волна шла боковая такая. То есть, ну, мешало, но мы справились. Гребцы жестко держали лодку ногами. У участников и организаторов чемпионата Украины по гребле на лодках дракон несколько стратегических задач. Это отбор 30 лучших спортсменов, которые представят Украину на чемпионате мира среди национальных сборных в Таиланде с 16 по 25 августа. Также нужно определить четыре команды для участия в клубном чемпионате мира. Он пройдет здесь, в Киеве, с 12 по 15 сентября. Каждый регион провел отбор, каждый клуб провел отбор. И сегодня мы видим здесь на водной арене лучших спортсменов, которые достойны представлять именно свой регион. И, соответственно, из числа этих спортсменов будут сформированы команды на чемпионаты мира. Звук барабанов и летящие Днепром экзотические лодки с головой и хвостом дракона привлекают внимание людей, гуляющих по набережной. Большинство из просто отдыхающих превращаются в болельщиков соревнований. Ну, во-первых, это зрелище. Вы посмотрите, барабанщик, рулевой. Как бы мужчины красивые сидят в лодках. Это прекрасно. В сентябре болельщиков ожидает еще более грандиозное зрелище. На клубный чемпионат мира в Киев приедет более двух тысяч мастеров драгонбота со всех уголков планеты. На сегодня свое участие подтвердили 27 команд, в том числе из Америки, Канады, Гонконга. А в следующем году Киев будет принимать чемпионат Европы. Елена Дидух, Сергей Савчук, UATV. Еще больше новостей на сайте телеканала UATV.ua Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Оставайтесь вместе с UATV. Спасибо, что вам интересна Украина. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!